здравствуйте товарищи мы начинаем очередное занятие в университете рабочих корреспондентов сегодняшнее занятие на тему борьба за режим рабочего времени выгодны для работников идет занятие делегат российского комитета рабочих который прошел недавно 6 7 ноября делегат российского комитета рабочих дмитрий юрьевич шилов рабочий спасибо уважаемые товарищи приветствую вас как уже было сказано я недавно приехал российского комитета рабочих я был делегатом от своего предприятия вот у нас для делегатов порядок не меняется в общем-то достаточно пяти человек из коллектива до чтобы они подписали направление вот и чтобы я мог представлять свой коллектив да на российском комитете рабочих и тем самым это дает мне право голосование принять решение вот все решения на российском комитете рабочих принимаются рабочими вот это мероприятие где собираются рабочие с разных мест вот приезжают туда делиться своим опытом поучиться у других товарищей вот у которых есть успехи вот поделиться своими неудачами и успехами вот и таким образом вынести значит решение которое на сегодняшний день отражает наиболее острые моменты для для рабочих да то есть также известно что нам помогают и организуют и значит в теоретическом и значит теоретическом плане помогают интеллигенты профессора грамотные люди которые стоят на позициях рабочего класса и совместно в этом единстве мы вырабатываем положение коренным образом отражающие интересы рабочего класса как известно борьба за социализм это соединение рабочего движения с идеями вот научного социализма вот в духе этого значит соединения и происходит работа борьба за сокращение рабочего времени выгодная работникам что мы видим на сегодняшний день в стране да что происходит как известно борьба классовая никогда не прекращалась и об этом говорят классики и мы это видим на своей шкуре так сказать это все испытываем эту борьбу вот ну как показывает практика последнее время значит борьба больше ведет ведется на на поле так если образно можно сказать на поле противника да то есть мы видим наступление да на права трудящихся на права рабочего класса и недавняя реформа пенсионная это хорошо показало вот что рабочий класс не был готов и в общем как то пассивно самом деле последние годы себя проявлял ну и буржуазия в общем то и воспользовалась этим и провела свою реформу вот то есть это существенно очень существенно ухудшило положение работников в области вот как раз таки рабочего времени вот которая значит удлинила общий стаж работы вот но ссылаясь якобы на заграничный опыт значит буржуазия провела эту реформу вот хотя никакой научной критики она эти ну обоснования никакого она не имела вот те доводы которые приводились значит с ее стороны якобы за границей значит люди ну у работников стаж стаж работы значит больше чем у нас это ну лукавые показатели потому что как показал нам золотов да профессор что значит по часам если посмотреть по часам то у нас люди работают работали и будут работать теперь здесь реформы еще больше вот и по факту получается это подтасовка ну подтасовка и обман обман трудящихся вот то есть а расклад получился такой что если раньше работники в россии работали семьдесят пять тысяч часов то сейчас им придется работать восемьдесят шесть тысяч часов вот и при том что продолжительность жизни у нас далеко не лучше да то есть это такое решение вот нашего правительства в общем существенно ухудшает да это то есть ну надо констатировать да не буду повторяться что эту борьбу рабочий класс проиграл это это сражение так скажем ну практически без боя мы знаем что ФНПР поддержала эту реформу наши профсоюзы так называемые вот и что получается то есть на самом деле сегодня из-за из-за большой нагрузки на рабочий класс значит ухудшается здоровье прежде всего рабочих наше здоровье ухудшается ситуация финансовая ну на так скажем на рынке труда да тоже не в нашу пользу и инфляция растет как мы все это видим вот это усугубляет положение с одной стороны вот тем самым рабочая сила цена рабочей силы падает значит рабочий класс пытается пытается как-то выкарабкаться из этого положения выходя сверхурочно значит три выходные дни по субботам вот тем самым увеличивается продолжительность рабочего дня как я уже сказал то есть это 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 ситуация не в пользу работников на сегодняшний день и рабочим сегодня стоит такая задача чтобы чтобы сохранить свое здоровье чтобы отыграться так можно сказать если за пенсионную реформу да необходимо сокращать рабочее время вот только так рабочий класс сегодня может сохранить свое здоровье значит дожить до пенсии в некоторых случаях вот для некоторых работников это вопрос стоит так вот и прийти прийти к пенсии дожить до пенсии не разваленными инвалидами а все-таки еще хотелось бы пожить как-то после пенсии выхода на пенсию вот ну и вот а что для этого нужно чтобы значит сократить да сокращение рабочего дня это нужно еще для того чтобы оказывать ну влияние на работодателя то есть нужно время время для борьбы для профсоюзной борьбы необходимо время работник который сегодня перерабатывает по 12 часов 14 часов конечно же не способен никаким коллективным действием там да просто элементарно даже какое-то собраться там собрание провести уже никого не заставишь и никому не надо ничего в общем-то вот это тоже проблема что нет времени ни на семью ни на профсоюзную работу да просто даже там поспать в общем-то и и снова на работу вот такая сегодня жизнь у многих рабочих вот связи с этим российский комитет рабочих включил в повестку дня пункт этого положения значит о сокращении рабочего времени ну вы знаете что на российском комитете рабочих вопросов сокращения рабочего времени звучит постоянно то есть этот вопрос не снимается с повестки и за шестичасовой рабочий день звучит уже давно вот это положение вот это требование выражает коренные интересы рабочего класса выражало их и до до революции семнадцатого года когда наши рабочие в России значит перешли к восьмичасовому рабочему дню и совершили октябрьскую революцию как вы конечно знаете все вот это стало возможно благодаря тому что рабочие явочным порядком сократили рабочее время вот у них появилось свободное время для значит что для того чтобы организоваться и провести такое великое дело как сложное и очень ну для этого большая должна быть значит серьезная организационная работа вот что и в общем то ну плоды которые мы еще пожинали да результаты этой борьбы вот советское время и весь мир значит следом стал переходить значит к восьмичасовому рабочему дню который сейчас капиталист пытается значит отвоевать обратно вот все это об этом уже здесь говорилось не раз значит ну что для этого нужно то есть в первую очередь конечно же нужно прекратить перерабатывать вот то есть рабочим надо понять что если они значит перерабатывают да если мы то ну ни о каком сокращении значит рабочей недели там да рабочего дня ну пока речи не может быть вот то есть надо понять что ресурс человека ограничен то есть вот рабочее рабочее время то есть человек же это как ну как можно сравнить да с моторесурсом да если ну у нас нам увеличили значит пенсионный возраст как бы следовательно увеличили как наш ну обязанность нашу трудиться да а если человек изношен и еще при этом он выходит то есть эти часы да вот он все равно вырабатывает да вот эти то есть то есть его ресурс ограничен вот это надо понять в первую очередь что работая выходные дни люди даже пусть молодые люди может быть пока вот вы не чувствуете там на себе каких-то проблем там со здоровьем и то и значит значит но поговорите со старшими товарищами которые вот уже давно работают да что как тяжело на самом деле работать выходные дни то есть ну просто люди не доживут до пенсии если вот они будут так рабочие будут так значит стараться да вот зарабатывать ну потом известно что если ну то есть есть такое мнение что да вот кто работает больше тот зарабатывает значит тот больше зарабатывает но по факту это получается не так потому что люди лишаются возможности бороться за повышение заработной платы да выходя сверхурочно инфляция все это сжирает и работодатель элементарно по закону да который описал маркс капитале да то есть капиталисты идут по простому пути вот и увеличивают рабочее время тем самым увеличивая прибавочную стоимость вот есть же другой путь вот который тоже маркс нам предоставил вот написал и в своей книге капитал вскрыл это да что возможно что возможно увеличивать производительность труда да повышая значит обучать рабочих значит можно вот вкладываться в станки там вот новые значит производство вкладываться да и тем самым будет увеличиваться да и необходимое то есть необходимое время будет уменьшаться для рабочих вот которая сейчас уже и так известно что рабочие за час вырабатывают свою зарплату да это вот необходимое время вот то есть оно будет уменьшаться и значит прибавочное время тоже будет уменьшаться то есть ну это такой путь требующий затрат там каких-то значит это реисков дополнительных. Ну, конечно, это сложнее. И в какой-то степени и рабочий класс несет в этом свою ответственность. То есть в том, что мы не боремся пока так активно за эти требования. И поэтому даем возможность, даем такую возможность капиталисту идти по этому пути как бы на нашей шее. То есть подставляем сами эту шею, чтобы прибавочное время увеличилось, наш ресурс ценой собственной жизни и здоровья, так можно сказать. На своей шее он в рай въезжает уже здесь при жизни, на этой земле. Ну вот, это все я к тому, что за шестичасовой рабочий день необходимо бороться. Об этом и Маркс говорил, есть его цитата, где он пишет, что предварительным условием, без которого все дальнейшие попытки улучшения положения рабочих и освобождения обречены на неудачу, является ограничение рабочего дня. То есть Марс об этом прямо пишет, что это условие, про которым все остальное обречено, значит, вся борьба. Оно необходимо как для восстановления здоровья и физической силы рабочего класса, который составляет основной костяк каждого народа, так и для обеспечения рабочим возможности умственного развития, дружеского общения между собой, социальной и политической деятельности. То есть политика начинается вот с этого, самого, так сказать, на сегодняшний день важного, ну, наряду и с повышением зарплаты, конечно. Надо сказать, что все эти требования, как и зарплата, так и улучшение, сокращение рабочего времени, это предмет для включения этих требований в коллективный договор. Вот, то есть для профсоюзной борьбы. Значит, и вот Российский комитет рабочих выработал, значит, помимо шестичасового рабочего времени и требования 30-часовой рабочей недели без понижения заработной платы, а лучше и с повышением. То есть, как я уже сказал, это комплексные требования, то есть, где одни требования улучшают, ну, без других, и другие не будут, ну, не имеют смысла, да, если без повышения зарплаты бороться только за шестичасовой рабочий день, это не пойдут, и капиталисты, тем более, что сейчас не везде есть там работа, вот это пандемия, да, ну, то есть, это нам неинтересно. Вот такое, значит, сокращение времени рабочего. Значит, помимо этого, с целью ограничения сменной и ночной работы, а также снижения ее негативных последствий, работники Объединенные профсоюзы должны добиваться включения в коллективный договор следующих требований. не допущение еженедельной работы более 40 часов и продолжительности сверхурочных работ не более 80 часов в год, но не более 8 часов в месяц. О чем это говорится? Что, значит, на сегодняшний день в кодексе, в трудовом существует положение о том, что максимальное возможное количество сверхурочных работ – это 120 часов в год. но сплошь и рядом, ну, практически везде, где, ну, я не знаю, таких предприятий крупных, где бы это не нарушалось, да, эта статья Трудового кодекса. Поэтому нужно требовать в коллективный договор включать вот не более 80 часов. вот, значит, сокращение количества ночных смен. Ну, ночная работа – это очень негативно сказывается на здоровье, что приводит к, значит, психическому истощению, и человек, работник может пребывать в депрессии. Вот как тяжело бывает даже в такое время, когда темное время суток увеличивается, даже без ночных смен, это чувствуется на себе, каждый может это почувствовать, а если ночные смены, это может привести к болезням также, вот, и, ну, физическим, физическим отклонениям к каким-то заболеваниям. Значит, ограничение продолжительности вечерних и ночных смен до 6 часов. Вот это тоже требование направлено как раз на то, чтобы снизить этот фактор. Значит, вредность – это, на самом деле, это вредное, вот, вредное такое вот мероприятие, да, работа в ночное время. То есть, поэтому необходимо снижать рабочее время в эти часы. Ограничение до 2, ограничение до 2 количества идущих подряд ночных смен, после которых должен следовать отдых продолжительностью не менее 48 часов. Вот, ну, тоже, вот, на РКР там ребята рассказывали, да, как у них на предприятии. Вот, то есть, когда человек отказывается, да, вот, допустим, кто-то один осознал, да, свою, вот, вредность, да, этого, вот, и, значит, заявил об этом, да, в письменном виде, что там прошу привести мой рабочий график в соответствии с законодательством, то есть, ну, я отказывается работать больше, чем положено это по Трудовому кодексу, вот, то, соответственно, ну, начальство, в принципе, ну, без вопросов, они же не могут, как, заставить тебя нарушать, там, ну, письменно, да, значит, нарушать Трудовый кодекс, это уже, как бы, ну, серьезно, попахивает, там, можно и в суд там пойти, куда-то, значит, обратиться в Трудовую инспекцию, вот, поэтому они, ну, идут на это, чтобы человека отстранить, да, от, значит, значит, сверхурочных работ или, ну, да, речь там шла о сверхурочных работах, да, но смены освобождаются, и другие менее сознательные рабочие, они, это с радостью, о, свободные смены, вот как классно, вот я сейчас буду пахать, там, пять ночей, там, подряд, значит, да, и, как бы, ну, заработаю, вроде бы заработаю, но на самом деле, ну, это, это все иллюзия, что это, в общем-то, работа на лекарства в перспективе, вот, и об этом наука говорит нам, ученые, медики, вот, все это известно нам, по крайней мере, ну, вот, сознательным, должен быть отдых, то есть, 48 часов, ну, то есть, на неделю, да, чтобы прийти в норму, восстановить свою рабочую силу, привести в порядок свои дела, значит, продолжительность междусменного отдыха не менее двукратного размера продолжительности смены с учетом обеденного перерыва, вот, ну, тоже это понятно, что, если человек работает, там, два через два, да, вот, то есть, перерыв тоже должен быть, нельзя заставлять работать, там, в таком режиме, еще, там, третий день выходить, вот, значит, начало ранней смены не ранее шести утра, окончание поздней смены не позднее двадцати трех часов, ну, это тоже понятно, что как бы вечерняя смена, ну, то есть, не должна заходить на ну, уже на ночную переходить, потому что ночью надо шесть часов работать, значит, предоставление каждому работнику отдыха во второй половине дня вечером и в выходной день не менее одного раза в неделю. Запрещение работы по выходным или ограничение ее до минимума двух часов, вот, то есть, это вот такая мера, в общем-то, ну, она запретительного, скорее, характера, вот, то есть, если уже работодателю очень уж так надо, да, чтобы человек вышел, рабочий вышел вот, в субботу, ну, пусть он выйдет на два часа с оплатой полного дня и ограничения и организации доставки рабочего до места работы за счет работодателя и не более одного раза в месяц. ну, нормально, это вот, пусть он подумает уже, а надо ему это, может быть, как-то по-другому организовать свой трудовой процесс, чтобы предприятие не несло такие убытки и подумать как-то в другом направлении. Повышение оплаты труда в вечернее время на 40 процентов и в ночное время на 80 процентов. Нормально тоже, вот, требования, то есть, если, если уж так надо, да, ну, надо сказать, что возможности для доплаты, да, такие есть у предприятия, вот, и вполне это ну, разумно с точки зрения ну, реалистичности этих требований, это вполне приемлемо требовать вот такую надбавку. Составление графика чередования смен за один месяц до начала учетного периода. Вот, что бы это ни было, значит, ну, не вредило семье, там, каким-то планам работника, то есть, за месяц уведомлять и, значит, согласовывать этот график. Согласование с работником графика чередования смен, согласование с профсоюзом и работником тихущих изменений графика чередования смен. Ну, конечно же, если профсоюз это, значит, действительный профсоюз, который действует в интересах работников, то он не будет поддерживать значит, положение, которые ухудшают положение работника. Поэтому это тоже очень важно. Именно согласование, не учет мнения там, а вот согласование с профсоюзом. Учет возраста и особенностей здоровья работников при планировании вечерних и ночных смен. То есть, ну, это тоже понятно, что люди в возрасте и пенсионеры работают сейчас даже много на производстве костяк, можно сказать, так вот, ну, такой старые кадры, ну, старые, в смысле, они и по возрасту уже молодые, вот, на которых держится производство сейчас, молодые-то не очень идут, молодежь, заводы. Индивидуальный учет стажа сменных работ для каждого работника на протяжении всей трудовой жизни. Вот, индивидуальный учет, ну, то есть, да, вот тоже, у кого семья, у кого ребенок, там, все это необходимо учитывать начальству и вот, значит, установление таких, значит, графиков и ограничения вечерних и ночных работ минимально необходимыми операциями, да, мы знаем, что, если это непрерывное производство, то, да, есть необходимость сейчас еще в ночное время выходить, но, согласно интересам работников, установить такой перечень минимальных, значит, операций. Значит, выполнение наиболее травмоопасных операций, наиболее ответственных заданий в дневное время, ну, это тоже понятно, потому что самые сложные какие-то травмоопасные мероприятия, ну, это напрямую угрожают, значит, если они проводятся в ночное время, это угрожает жизни, здоровью работников, ведут ведут к травматизму и даже смерти, что, в общем-то, не редкость в нынешних условиях, что это и переработки ведут к травматизму, и ночные вот эти смены. Предоставление дополнительных оплачиваемых перерывов, в том числе для короткого сна, с ограничением мест для сна, со всеми необходимыми удобствами, из расчета 5 минут за каждый час вечернего времени и 10 минут за каждый час ночного времени, помимо основного перерыва для принятия пищи. Ну, нормальное же требование, если человек ночью работает и его, может быть, он уже в таком состоянии, что организм выключается, как бывает, когда при вождении длительном засыпают водители, и это приводит к трагедии. То есть водители знают, что достаточно буквально подремать 15 минут и совершенно по-другому уже себя чувствуешь. Вот это тоже очень важно такое мероприятие, чтобы было где прилечь хотя бы там час, если по 5 минут, там раз, часик набежит поспать. обеспечение горячим питанием вечернее и ночное время, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на вечерней и ночной работе не менее 28 дней непрерывного отдыха и дополнительного оплачиваемого отдыха продолжительностью 14 дней. Вот то есть это как я уже сказал вот это фактор вредный для для работников то есть он требует дополнительных дополнительного восстановления ресурсов сил поэтому работники имеют право требовать дополнительного отпуска. Повышение требований к технике безопасности и охране труда при ночной работе углубленные профилактические медицинские осмотры работников занятых на сменной и ночной работе ну вот вообще здоровье рабочих здоровье работников это отдельная такая тема которую тоже необходимо конечно контролировать работникам выполнение требований по значит медицинскому обслуживанию вот находясь в таких условиях да вот на повышенной нагрузке нужно требовать от рабочих от работников требовать чтобы они включали требования значит медицинского обслуживания тем более те кто работает в ночное время почему ну потому что дорого сейчас все стало это как вот допустим вот человек работает да вот слава богу там все здоровье пока пока есть да но вот я по себе могу сказать что вот я у меня денег допустим хватает только чтобы свести концы с концами и не дай бог вот там что-то вот такое с здоровьем сейчас случится да элементарно зуб заболит там зубы сделать это же сейчас бешеные деньги там и что у меня куда кредит кредит значит вот и как бы это все очень важно вот тем более если ну и так и так многие сейчас живут в кредитах и ну пока здоров там и ты все ходишь на работу ты не задумываешься об этом это ненормально что люди живут вот так вот не имея там заначки какой-то за душой да вот на какой-то форс-мажор так скажем жизнь у нас такая вот ну жизнь вообще вот такая вещь непростая вот и все это все это очень важно вот если человек отдал там не один год там заводу да конечно же он имеет право потребовать да значит от работодателя чтобы тот позаботился и о нем тоже о его здоровье чтобы человек и дальше мог приносить пользу обществу значит углубленные осмотры обеспечение условий для занятия физкультурой и спортом для работников занятия на занятых на сменной и ночной работе в случае отказа работодателя от включения данного данных положений в соответствующие раздела коллективного договора или их невыполнения работники должны начать коллективный трудовой спор и проводить коллективные действия вплоть до забастовки для защиты своих интересов вот такое постановление вот в общем-то в борьбе да вот сформировал российский комитет рабочих все в общем-то обосновано рабочие сами мы участвовали в этом принятии этих постановлений решений вот ну и я под всем этим сам подписываюсь и тоже голосовал за это так что теперь дело за тем чтобы воплотить это все на своих предприятиях потому что ну а кто еще кто еще как не мы сами рабочие будем заботиться о себе если мы видим что буржуазия только еще стремится еще бы ухудшить наше положение еще бы что-нибудь оттяпать вот у нас то есть это вот на сегодняшний день такая борьба которая необходима необходима рабочему классу наряду и с другими требованиями ну и конечно же инструментом для достижения рабочим классом своих целей является коллективный договор борьба за заключение прогрессивного коллективного договора является требованием момента сегодняшнего времени чтобы там не говорили о власти то есть политических каких-то требованиях вот мы часто слышим такие призывы да что мол все это экономизм там вот это профсоюзы да но тем не менее без этого нам не пройти то есть не пройдя эту стадию да рабочему классу не научиться бороться за себя то есть о чем говорить если человек не может за свою постоять свой кусок хлеба за элементарные экономические какие-то улучшения да ну такой рабочий не способен брать власть и это высшая высшая скажем форма борьбы вот поэтому и пройдя азы да азбуку вот экономической борьбы значит борьбы за значит сокращение рабочего времени ну это это борьба обречена как и сказал нам вот Карл Маркс предупреждал но об этом Ленин говорил что тоже и в программе партии это было вот в восемнадцатом году значит это девятнадцатом значит это было в программе и планировали вот так что так что товарищи в общем путь известен вот есть партия рабочего класса которая поможет теоретически практически вот есть и юристы и все есть только только делать надо только делать а выбора ну как бы нету некуда нам деваться никто никто на блюдечке не принесет ничего так что так что уважаемые товарищи давайте объединяться рабочие прежде всего к рабочим хочу обратиться вот у нас сегодня такое вот складывается впечатление я вот как и у себя на предприятии там начнешь с кем-то говорить слушай это вот давай ты это сама это короче сходи в профсоюз даже члены профсоюза то есть такое убеждение что кто-то должен что-то нам сделать нам рабочим я плачу взносы и вот мне за 500 рублей в месяц профорка или председатель профсоюза все решит все мои проблемы нет такого не будет это надо твердо понять что в профсоюзе надо участвовать активно участвовать членам профсоюза это прописано в этих во всех ну уставах короче вот уставах профсоюзных ну то есть без этого надо надо собираться и дать дать значит буржуазии отпор за эту за реформу потому что если мы этого не сделаем будут и дальше давить это очевидно что это не кончится если человек не борется это не значит что против него не идет борьба это можно сколько угодно там отсиживаться но все это в конечном ударит по кошельку по финансам по здоровью по нашим детям в конце концов если кому-то уже наплевать на себя там махнул рукой подумайте подумайте о детях в какой будут они значит в стране жить да и вообще под угрозой экономика будет рухнуть потому что западные страны они они борются уже давно там борьба никогда не прекращалась это профсоюзная борьба и конечно где идет борьба и там капиталисты по другому строят свой бизнес и успешнее как говорится и конкуренцию выдерживают а те кто только значит старые станки там да изнашивают как бы никакого не внедряют прогресса технического где не борются где профсоюзной нет борьбы там там упадок там значит все разрушается и экономика разрушается ну и к чему это может привести что будем вообще плясать под эту под американскую дудку и как бы и так-то уже почти это самое полуколония можно сказать да живем это самое сколько вывозится денег там так что товарищи это вот борьба это на сегодняшний день это за кирпич вот здание будущего значит здания россии крепкой могучей давайте бороться побеждать в этой борьбе спасибо за внимание вопрос от товарища маленцова что предлагал российский комитет рабочих чтобы не допустить повышения возраста выхода на пенсию и что предлагает сейчас российский комитет рабочих в общем-то не имеет такого влияния на политическую жизнь стране на дума которая принимает эти решения наши товарищи всегда выступали за сокращение рабочего времени ну это вот я считаю и сегодня это мера единственная верная настолько логические то есть если увеличили продолжительность стажа то наш ответ это сократить сократить рабочее время надо привести в соответствие вот привести в соответствие значит количество часов которые у нас отобрали это порядка 10 тысяч часов то есть увеличили возраст то есть 86 тысяч часов теперь мы должны отработать мы можем компенсировать это только сокращением рабочего времени вот за час за день то есть вот в этом направлении мы можем влиять это дает возможности это и трудовое законодательство может есть такая планка планка нижнего предела нет для сокращения трудовой кодекс это подразумевает то есть возможно дает такую возможность вот тогда тогда и в принципе может быть может быть и правительство если это будет массовое ну массовое такое ну выступление да по всем заводам там пройдет эта идея как говорится овладеет массами там и тогда может быть и дома задумается и примет но это не знаю сомнительно но по крайней мере она тогда значит мы мы отобьем по крайней мере вот эти часы отобранные мы их отобьем да ну РКР ну были я были значит постановления там по поводу пенсионной реформы были да даже эта тема ну значит на сегодняшний день вот так вот мы считаем что ну я как делегатор РКР могу сказать что это единственное сегодня такое правильное верное направление сокращение рабочего времени назовите примеры успешной борьбы работников добившихся сокращения рабочего времени до 7 или 6 часов при сохранении заработной платы или повышении ну такие примеры есть значит это профсоюз значит авиадиспетчеров профсоюз авиадиспетчеров у них 36 часовая насколько я знаю ну не 30 да 36 36 часов у них рабочая неделя то есть на час получается хотя могу ошибаться может не нет 36 часов у них ну это нет не после постановления ну а прошло времени сколько ну год два ну я могу сказать что за границей в западных странах там Германия в таких можно сказать передовых это уже давно они работают и по 36 часов по 37 часов и меньше вот так что такой опыт есть значит пока значит эта задача еще не решена в том в той в объеме который нужен российский комитет рабочих проходил 6-7 ноября как делегаты отметили 104 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции было ли какое-то постановление российского комитета рабочих митинга или что-то другое рабочий класс собрался самые передовые рабочие собрались 7 ноября работали над вот этими постановлениями и ну мы спели песню там тоже в общем-то ну такого празднования особого не было да и я считаю что на сегодняшний день праздновать рабочему классу особо нечего на самом деле ну вот конечно мы отметили это событие сопредседатель да поздравил нас ну как бы такого в общем-то как как говорил Ленин что лучший лучший способ отметить праздник это значит сосредоточиться на нерешенных задачах вот что мы собственно и делали вопросов наверное больше нет да когда переходим к выступлениям товарищ Маленцов давай иди сюда докладчик рассказал нам в российском комитете рабочих в принципе вопросы которые они обсуждают они уже не первый год одно и то же по кругу так сказать развитие я честно говоря не увидел я послушал там набор очень хороших пожеланий можно с каждым согласиться с этим пожеланием вопрос как их воплотить в реальность вот это не совсем проглядывается теоретически товарищ правильно сказал что это должны делать сами работники кто кроме них может этого добиться воплотить в жизнь вопрос как им действовать предполагается видимо что надо принести они этого не знают постановление российского комитета рабочих дать почитать они начнут требовать включать коллективный договор так что ли так не работает на самом деле на практике и вы даже не можете на своем предприятии этого сделать вы делегат российского комитета рабочих таким способом ничего не сможете добиться потому что видимо он абстрактный и практически реализовать его не получится второй вопрос а можно ли вообще это реализовать в условиях капитализма все ваши благие пожелания 6 часовой рабочий день при повышении заработной платы и прочее и прочее пришло поехало вопрос да вы приводите ответ вот рабочие с Петрограда добились 8 часовой рабочий день но когда они добились когда началась революция еврейская когда он революционный класс тогда он добивается в том числе экономических результатов вы ошибочно приписали доктрину Михаила Васильевича Попова Марксу это Михаил Васильевич говорит что не научившись бороться за кусок хлеба а не Маркса он не 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 сможет бороться за власть Маркс говорил другое рабочий класс либо он революционен либо он ничто понимаете вы можете конечно ставить вопросы и на российском комитете рабочих вот эти постановления там и какие-то предложения они конечно полезны но это второстепенный материал это не есть основное направление основное направление вот была годовщина 104 революции вы никак вообще это пропустили вы собрались спели песню но этого мало товарищи даже ни призывов нет ни постановлений никаких у вас нет вы не сможете решить задачи экономически выучить положение работников в условиях капитолита а вот как только рабочий класс действительно станет революционным и будет бороться за смену власти да за смену уклада вот тогда буржуазия пойдет на уступки чтобы не потерять основные только в этот период и можно будет добиваться те задачи которые вы ставили вы нельзя останавливаться на деньги дальше поэтому вот на что мы должны с вами работать следующий выступающий Анна Васильевна Миленец выходите пожалуйста в день октябрьской революции рабочий комитет принимал решения прямо противоположные тому что была революция понятно что режим рабочего времени рабочим может принести только революция правильно установление социалистического строя советская власть самих рабочих только она сделает рабочим режим удобного времени и ответы на вопросы как мало это достигнуто на сегодня и 30 лет борьбы которые не принесли никаких результатов поясняют что это невозможно выбросить у капиталистов частная собственность сильнее но драгоценен этот доклад еще и другим мы увидели рабочего как продукт воспитания партии партии рабочей российской партии перед нами рабочий я хочу сравнить два типа рабочих а домашний рабочий наш воспитанной партии и уличный рабочий не культивированный не обработанный партии на сегодня представьте себе Невский проспект Анечка по проспекту идет гражданский активист со знаменем развернутым ему навстречу идут рабочие правдошние рабочие вот и этот рабочий перед нами сидит в своей рабочей форме и по мосту шли рабочие в рабочей форме в салатовых куртках там с блесками четверо человек на знамя реагируют и спрашивают что революцию идете делать ну да конечно отвечает гражданский активист тогда мы с вами говорят уличные рабочие сколько времени потребовалось этим рабочим чтобы соединить себя с революцией три года два месяца две минуты мгновения не прошло они изнутри соединены революцией вряд ли они слушают лекции хоть РРП хоть РКРП у нас вторичный капитализм установленный в 91-93 году введение частной собственности и рабочие партии партии у нас тоже вторичные коммунистические партии рабочие партии секонд-хенд партии партии инжевы которых рабочих воспитывают в обратном направлении из рабочих они делают обывателей не революционеров а обывателей такие рабочие хорошо рассказывают как тяжело жить рабочим как тяжело трудиться ночью но выводы у них и нацелены они на просьбу у капитализма всего что они записали в своем постановлении рабочего комитета интересно что в этих рабочих партиях бывшие рабочие которые десятки лет назад были рабочими и сейчас они учат рабочих ну слава богу здесь на полступеньки выше здесь теоретически говорится то что правильно теоретически но если спросить рабочих этих партий самих о том как бы о революции они то же самое скажут вам что этот рабочий рабочие не готовы вот то что делают рабочие партии с рабочими они объясняют рабочим что они не готовы хотя уличные рабочие рабочие у проходных адмиралтейского рабочего говорят сами от себя нужно чтобы Аврова выстрелила нужно идти на Аврору и тогда дескать будут наши перемены рабочие не обработанные не активированные партиями вот обработанные 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 партиями и так продукт этих партий вот наши рабочие которые революцию не считают сегодняшним днем и всеобщую политическую стачку они не считают сегодняшним днем рабочие не готовы это вот обратный процесс развития наверное я еще как ведущий скажу пару слов ну вообще это странная позиция на мой взгляд во-первых Анна Васильевна как я понимаю беспартийная правильно вы понимаете Анна Васильевна что беспартийный коммунист это вообще не коммунист это недействительный коммунист коммунист это тот кто работает в партии рабочего класса соединяет научный социализм с рабочим движением поэтому вы так хрияно выступаете а в партии рабочего класса не состоите это раз потом ну вот вы говорите я так понял вы нахваливаете тех рабочих беспартийных несознательных не изучающих научный социализм которые говорят что вот надо чтобы выстрелила Аврора это хорошо по-вашему что они так говорят выстрелила Аврора и что от этого революция случится нет чтобы случилась революция нужно учиться научному социализму для начала нужно организовываться в профсоюзы и в рабочую партию рабочую нужно создавать профсоюзы на своих предприятиях или работать на рабочине тех профсоюзов которые уже есть или создавать новые рабочие под контролем коллективов рабочих вести в этих профсоюзах работу в своих интересах при том работа эта будет во многом именно экономическая и вот здесь мы товарищу Маленцову уже от рабочей партии России отвечали не раз на этот вопрос экономизмом было бы отказаться от политической борьбы но рабочий класс пока еще не организован а как ему организоваться ему нужно начинать с экономической борьбы это не есть экономизм экономизм это экономическая борьба при отказе от политической борьбы это теоретическая позиция такая у рабочей партии России такой позиции нет у нас позиция такая что в борьбе за свои насущные экономические интересы рабочие научатся организовываться научиться создавать свои организации создавать партию свою рабочего класса и процессе и постепенно будут переходить и политической борьбе хотя в общем то этот процесс можно сказать одновременно идет товарищу маленцовому не раз уже отвечали он почему-то не хочет слышать этот ответ вот как вот революционный класс вот рабочие должны быть революционные что это значит это чтобы аврора выстрелила это ничего не даст нужна организация которая будет создаваться именно в процессе экономической борьбы ну вот выставим мы политические требования и что кто их услышит что буржуазное правительство тут же побежит выполнять был политические требования которые выставил не даже еще не способны побороться за свои какие-то довольно небольшие экономические требования еще за это не может побороться вы хотите чтобы рабочий класс установил какое-то громкое политическое требование и что будет не будет реагировать на это буржуазное правительство только организация рабочего класса когда рабочий класс осознает глубоко свои экономические интересы когда многие активные рабочие изучат научный социализм научатся организовываться бороться за свои экономические интересы только тогда процессе этой борьбы возникнут забастовки забастовочные комитеты будут созданы от них будут выбраны депутаты советы и тогда уже можно будет говорить о том чтобы эти советы брали власть а вы как-то так хотите чтобы революция сейчас случилось советов нет ничего нет или вы видимо хотите чтобы эти советы были созданы ну как то вот просто вот так ну постановление буквально черный на ркэре постановление сделали и все вот вы товарищ маленцов еще говорил что для чего эти постановления да многие это на самом деле эти постановления во многом направляют борьбу рабочих учат рабочих как им во первых многие рабочие еще просто даже не осознают интересы о них не могут сформулировать российский комитет рабочих это формулирует помогает осознать ну это первый шаг многие рабочие еще до этого то не дошли они еще даже не осознали еще даже не научились это формулировать поэтому ну а как вы можете ускорить тем чтобы аврора выстрелила это никак не поможет а вот школа и такие вот семинары как российский комитет рабочих как красный университет вот это и подвинет рабочих к тому чтобы грамотно с позиции научного социализма выстраивать свою борьбу и в конце прийти к созданию созданию советов ходе этой борьбы которые потом и возьмут власть вот я на этом заканчиваю так что заключительное слово дмитрий юрьевич пожалуйста как вот я сегодня вижу но это принципе видно сегодня все понимают что многие понимают не все уже рабочий класс сегодня не готов политической политическим действиям вот которые это во первых он идейно не готов и маркс писал об этом тоже что рабочие начиная бороться свои интересы насущные да они образуются в коалиции потом уже эти коалиции и это вот само объединение да ну становится им дороже вот этих значит экономических каких-то требований то есть это нужно это определенный этап его нужно пройти его не перепрыгнуть вот и надо констатировать что рабочий класс сегодня не готов к этой борьбе он не прошел значит он не может пока не умеет не учили нас нас советском союзе не учили этому борьбы забастовки нас не учили буржуазия тоже нас этому не учат и нам самим нужно ну впереди идущие товарищи которые уже имеют какой-то опыт делятся с нами рабочий класс осваивает эту эту азбуку азбуку борьбы политическая борьба это более высокая более высокий уровень это уже высшая математика можно сказать а пока пока человек не прошел школы да вот это азы вот эти ну что то значит не организовал советы наиболее стойкая форма до власти которые использовали рабочие да это двоевластия то есть это управление до предприятием через забастовочную борьбу создаются советы через забастовку забастовка это что это борьба за экономические требования там возможно политическая стачка но это все выходит из из-за забастовочной борьбы на каждом отдельном предприятии да свои экономические требования тогда уже когда это вырастает такой такую силу набирает и мы все не видим что ли массовые забастовки на повсеместные так это было пятом году или позже когда все бурлило да все вся кипела нету такой ситуации сегодня если условия определенные условия как уже говорили классики что объективные условия вот и также и партия рабочего класса до находится становление пока пока на встановление нет сегодня рабочий класс не идет массово до за за партией но идея набирает обороты она транслируется наш канал работает газета работает и у рабочих начинает немножко уже понимание приходить я это вижу я раздаю газет я работаю в партию как могу продвигаю продвигая эти идеи да они не имеются ни массового такого характера вот всеобщего но есть есть результаты я вижу движение есть и рабочий и российский комитет рабочих это отмечают движение движение есть в этом направлении так что будем бороться победим желаю товарищи включаться в эту борьбу за сокращение рабочего времени ну и наравне с другими требованиями улучшающим положение работников спасибо дмитрий юрьевич следующее занятие состоится 18 ноября тема следующего занятия проблемы создания и развития первичных профсоюзных организаций выступает председатель секции скоромедицинской помощи профсоюза медицинских работников действий григорий и висплажа медицинских работников действий григорий